В разгар пандемии Первая Бреская городская больница стала одним из эпицентров сражения с коронавирусной инфекцией. Спасая чужие жизни, медикам некогда было думать о себе. Они жертвовали сном и отдыхом, рисковали здоровьем, работали в режиме 24 на 7. У нас в больнице более 600 сотрудников работает. Из них непосредственно в работе с коронавирусными пациентами задействовалось более 400 человек. Многие из них сами непосредственно переболели этой болезнью. К сожалению, были и потери и среди сотрудников. Но, тем не менее, организация выстояла. В целом, заболеваемость в настоящее время снизилась и находится на достаточно невысоком уровне. Медицинский работник – не просто профессия. Это самоотверженное служение людям, а через них – Богу. И поэтому к медикам Бресской городской больницы номер один, тем, кто на деле исполняет заповедь о любви к ближнему, приехал архиепископ Бреский Кобринский Иоанн. Чтобы от всей православной церкви и от себя лично поблагодарить за нелёгкий, связанный с риском для жизни труд в разгар пандемии. Владыка лично поздравил 48 сотрудников, которые в самый сложный период работали на пределе возможностей и проявили не только профессиональные, но и лучшие человеческие качества. Бог вам в помощь. Я желаю вам здоровья. Пожалуйста, берегите себя, не болейте. Я желаю вам семейного благополучия, терпения желаю вам, помощи Божьей внесения непростого креста. Но поверьте, Господь избрал вас для того, чтобы вы помогали людям. Это дорогого стоит. Мы все ждали этой встречи. Мы благодарим за то, что оценили наш труд. Это не только наши награды личные, это награды всего нашего коллектива, всех, кто работал. И врачи, и сёстры, и санитарочки. Старались все в эту пандемию справиться с этим серьёзным заболеванием. А это уже Брестская областная клиническая больница. В конференц-зале, в которой собрались 52 представителя её различных отделений, руководство, врачи и медсёстры, люди, которые приняли на себя основной удар в разгар коронавирусной инфекции. Борьбой с коронавирусной инфекцией занимались и хирурги, и терапевты, и окулисты, и лор-врачи, и врачи общей практики. Сейчас мы уже, если выразиться таким образным языком, уже бывалые воины, мы уже знаем, чего ожидать от этих пациентов. По крайней мере, так сказать, с большей уверенностью можем сказать. Мы уже имеем разработанные, опробованные клинические протоколы лечения. Мы уже имеем большой опыт в лечении этой инфекции. Конечно же, здесь люди себя проявили не только как специалисты, но и, в общем-то, как зрелые люди, как таковые. Она, может быть, благодаря этому нас и будет награждать, потому что для работы в этих условиях, в этих тяжелых физических и, в общем-то, душевных, потому что, ну, мы же тоже люди, мы тоже, наверное, боимся изразиться, боимся всякое, в общем-то, возможно, но мы смогли сработать. У нас хватило и духовных сил, и физических, и профессиональных. После молитвы и благодарственной речи владыка в торжественной обстановке вручил сотрудникам больницы награды за особый вклад в борьбу с COVID-19. Своих героев нашли и медали Кирилла Туровского и Ефросиньи Полоцкой, архипастерские грамоты и благодарности. По благословению святейшего патриарха Кирилла были учреждены специальные награды за это служение, и мы сегодня вручили патриаршие, экзаршие и наши награды тем сотрудникам этого медицинского учреждения, Брестская областная больница, которые особо отличились в лечении этой болезни. Я желаю всем нам помощи Божьей, здоровья, терпения, преодоления этой болезни. И церковь очень надеется, что каждый из нас сделает правильный вывод из того, что случилось, и наша нравственная жизнь будет только улучшаться. После награждения сотрудников состоялся чин освящения обновленного кардиологического отделения, в котором профессионалы-врачи спасут еще не одну человеческую жизнь.